Садовые герои Садовые герои Садовые герои Садовые герои Садовые герои Садовые герои Словно панты у олененка Теперь вы понимаете, почему садоводы в Ленинградской области Снова и снова предпринимают попытки Покупают, сажают, укрывают, носятся сумахом Это стоит того А ведь есть регионы, где его считают чуть ли не сорняком Пренебрежительно называя пальмой из гетто Сумах родом из Северной Америки Там он растет почти на любых почвах Предпочитая песчаные каменистые грунты Ничем серьезным не болеет Устойчив к редителям Неплохо переносит временную засуху В Европе культивируется на протяжении нескольких веков И кое-где ему так понравилось, что он был признан инвазивным видом К примеру, в Чешской республике Его признали видом, угрожающим местному видовому разнообразню И внесли в черную книгу В некоторых провинциях Китая наблюдается примерно такая же ситуация Но пользы он там приносит больше, чем вреда Его там высаживают на протяжении всего бассейна Желтой реки Благодаря быстрому росту и абсолютной нетребовательности к плодопаданию Сумах способствует регенерацию почвы Улучшает общую экологическую ситуацию на проблемных участках Кроме этого, из-за высокого содержания воды и низкой теплоты сгорания листьев Из теплей его часто высаживают в пожарозаградительных полосах Вот такое удивительное растение сумах оленероги Если бы у нас было не так сыро и влажно То сумах в наших садах был более бы частым костем Так как низкие температуры нашего региона он вполне выдерживает И наши кислые почвы его тоже не пугают Если вы все-таки захотите посадить это растение То вспомните героя нашего сюжета Сумах, растущий на обочине В бедном песчаном грунте, которого никто не кормит и не заливает Гидовые экземпляры вполне могут у нас расти, если им создать подходящее условие Только помните, что сумах двухдомное растение А вот если вы находитесь несколько южнее и в менее сыром климате То обратите внимание на тигриный глаз Это один из самых красивых сортов уксусного дерева Язык не повернется назвать его сорняком канавным Это карлик не более трех метров в высоту В отличие от своего прародителя он не агрессивен И не займет весь ваш участок У него более изящный рассеченный лист Ранней весной при распускании он желто-зеленый Затем под действием солнечных лучей становится ярко-желтым Но у вас не создается впечатление желтого куста Так как черешки листьев персикового цвета Ну а осенью, а осенью он как все сумахи вне конкуренции На этом все Подписывайтесь на канал Оставляйте комментарии До скорых встреч Один из самых интересных сортов сумаха Это тигриный глаз Представляете, как он интересно смотрится на фоне Пицца и Пунгензе Блез Яркий желтый сумах и светло-голубая почти небесного цвета колючая ель Субтитры подогнал «Симон»